Итак, вопрос, который возникает сплошь рядом и у опытных людей, которые приходят учиться повышать свой уровень калификации, особенно у новичков, терминологию. Почему нельзя назвать стаксичкод вон той желто-красненькой веревочкой, которую нужно потянуть? Все это, конечно, можно, и на гонках обычно так и происходит. Но поймите меня правильно, как может чему-то научить человека, который не знает, что такое бомб-рам-гонорея, или который, положим, вместо того, чтобы называть замечательный, исторический, известный со времен Древней Египта, беседующий узел, совершенно булинем, который известный тоже напарус на флоте с XVIII века. Представляете себе, просто маленькую веревочку, маленькую-тоненькую веревочку сейчас. Поэтому, ребята, терминологию надо знать. Надо знать, надо учить. Надо смотреть плакатики, попытайтесь запомнить вот что-нибудь. Есть замечательный анекдот, который вы наверняка знаете. Плавал старый-старый капитан. Он уже старый уже настолько, что уже никто даже и не помнил, когда он начал плавать. Он умер. Разобрали его, значит, он был безаварийный. У него не было ни одной аварии за всю его богатую практику. Разобрая этого архив, значит, нашли записную книжку красненькую. А он с этой красненькой записной книжкой всегда ходил по мостику на швартовках. Всегда в нее заглядывал. В любой ситуации тяжелой. Вот. И там написано крупные буквами. Нос – это вперед, а зад – это корма. Поэтому, что я могу сказать? Заведите себе записную книжку и все туда записывайте. А лучше две, как у меня. Технология. Словари читать, конечно, полезно, но тяжело. Получая вся темноология сведена. Вот такие толстые. Сейчас, кстати, масса электронных словарей. Я вам рекомендую читать хорошую литературу морскую. Например, Джека Лондона. «Морской волк», «Путешествие на снарке», «Приключения мустричных пиратов». Замечательно написано, во-первых, языком. Прекрасно переведены книжки. И, кроме того, там очень все четко расписано по технической части. Мне было очень интересно читать, когда я читал в детстве, у моего друга, был 16-том, по-моему, собрание сочинений. Я прочитал 7 томов подряд за поем, потом заштилел на железное питье, по-моему. Надоело все. Но потом я перечитал уже, когда начал заниматься яхтами, уже понимал, надо читать эти книжки так, чтобы понимать дословно. Не понимаешь термин, а такой словарик, он обычно сзади придет. Нарисуй на картинке, проверь. Это самый лучший путь, самый лучший способ про свою терминологию. Поверьте мне.